Всем привет, с вами Дурманин Дрин, и это мой гайд по Дарк Соулсу 2, или точнее гайд как можно быстрее получить порчу, то бишь темную магию. Это достаточно просто и не требует от вас абсолютно ничего, никакого особенного оружия, брони или еще что-нибудь подобное, возможно магии или умные. Все это делается абсолютно легко, и я вам расскажу это все подробно в шагах, сейчас же смотрим внимательно. Шаг 1. Как только вы создали персонажа, обязательно отправляйтесь из этой хижины в Маджулу, и если вам нужно, зажгите костер. Все-таки советую вам зажечь костер, чтобы сэкономить время, но если вы не собираетесь пользоваться кострами, то ничего страшного. Шаг 2. Когда вы пришли в Маджулу и зажгли костер, ну или не зажгли, вы должны будете отправиться в башню Хейда, огненную башню Хейда. Сейчас это все показывается на ваших экранах, когда этого дойти, и после этого вы должны встретиться в скорой кем. Маленькое примечание к шагу второму. Вы не должны убивать ни одного из этих воинов. Нет, вы конечно их можете убивать, но самое главное в том, что если вы их убиваете, поднимаются рычаги, и если вы на них нажмете, вы поднимете круги на арене с боссом. А этого нам не надо. Мы собираемся его убить быстро, без оружия, ну и таким слегка нечестным способом. Шаг 3. Дойти драконоборца и сразиться с ним. Сейчас я вам наглядно показываю, как с ним справиться. Конечно, у меня сейчас это получится слегка не очень, но я решил не менять ничего, потому что все получилось очень даже необычно и смешно. Он так обычно себя не ведет. Я вот решил изменить слегка тактику, отойти, чтобы он подошел, но он решил покончить свою жизнь самоубийством, не выдержав такой нагрузки. Пришлось ему себя убить. Ну и после того, как мы получаем победу, мы получаем с него 12 тысяч душ, и собственно его душу, которую мы можем еще раз пилить. Сейчас же мы поднимаемся наверх и говорим вот с этой барышней, которая торгует чудесами, но также она шарлатанка еще какая. Мы должны ее заговорить полностью, чтобы у нее начали повторяться диалоги. Редак диалог, прошила танство. И все. Когда она будет готова, вы можете ее покинуть, использовать костер и вернуться в Маджулю. Шаг 4. Вы должны подойти к изумутному вместнику в Маджуле, он обычно, если с ним никогда не говорили, стоит именно на этом месте, которое вы сейчас увидите, и поднять свои статы, по-моему, до 10. Я точно не помню. Конечно, это гайд, я должен все знать точно, но это не суть важна. Вы должны поднять свой интеллект и свою веру до 10. Я лишь поднял до 12, чтобы быть уверенным, что гайд сработает. И тогда с вами заговорит Фелкин и продаст вам, собственно, все, что вам нужно, эту темную магию. И последний, шаг 5. Вы должны подойти на эту развилку, где вышли в башню Хейда, где было еще странное устройство, которое не работало. Должны поговорить с этой шарлатанкой, заплатить ей 2000 душ. Да, обязательно у вас должны остаться какие-то души, как минимум 2000, но лучше 3-4, потому что вам нужно еще будет потратить на заклинание. И она перевернет вам путь. По сути, она больше не нужна. Можно вернуться будет по костру в башню Хейда, и все, это ее единственное предназначение в игре, помимо покупки чудес. Далее вы идете по тропинке, и достаточно, я думаю, просто найти будет Фелкина. Когда вы идете впереди, вам нужно будет пройти вот эти повороты, повороты, но в итоге вы окажетесь прямо перед ним. Он будет сидеть вправо в такой выемке пещерной на своем стуле, и будет продавать все те же заклинания порчи. Их, конечно, мало, но для начала игры вам сойдет, я думаю. Подходите к нему, разговаривайте, он признается, что у вас есть тьма, и вы можете купить у него как тьму, так и звучную душу. Звучную душу, я имел ввиду как шар тьмы, так и звучную душу. С вами был Друманин Дрин, всем большое спасибо, это был мой гайд, первый, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Всем спасибо, удачи, пока.